Субтитры сделал DimaTorzok Кому интересно, подписывайтесь на мои сети. Каждый день радую контент. Своя мама на работу уехала? Вам бы тоже на работу уехать. Кто не работает, тот не ест. Так это... Да возьми ты уже трубку, блин. Алексей Евгеньевич? Дмитрий? Вы в школу? В отличие от тебя, Дмитрий, я еду на работу. А вот ты идешь в школу. А ты что, живешь в этом доме? Видимо, как и вы. Но я вас раньше не видела. Ну вот, переехал недавно. Теперь с соседями будем. Вам зарплату подняли? Так, Дмитрий, ты ничего мне рассказать не хочешь? Что у вас там произошло на прошлой неделе? Почему Рашид Ажевдатовна опять на вас жалуется, а? Ну про первое сентября? Так мы просто давно не виделись. Они давно не виделись. Нет, вы только на них гляньте. А не могли бы вы меня подвезти в школу? Что? Да ничего, я так. В школу бегом. Я говорю, у меня ничего нет. Угу, угу. Что во рту? Я вам уже отвечал, это брекеты. Не морочь голову, не морочь мне голову, пожалуйста, открой рот. Так, я не понял. А что здесь происходит? Да вот, у Германа во рту у нас все особо опоздают, а это брекеты. Алексей Евгеньевич, я когда в колонии работал, там не такое во рту проносили. Надо проявлять бдительность. Да? Угу. Давай на первый раз их пропустим. А насчет бдительности? Бдительность это хорошо, это правильно. Так, пупки, время видели? Разбежались по классам, быстро! Я же говорил, тебе нужно было бабки экономить. Да ты тратил больше меня. Привет, ребят. Привет, Димон. Саша. Не напрягайся, он с тобой до сих пор не разговаривает. Здравствуйте, а у вас есть самая большая пицца? Я с тобой не разговариваю. Что случилось? Ты не можешь нормально объяснить. А ты иди запиши это в свой дневник, как ты любишь. Братва, вы в курсе, что можно завтракать дома? Или тебе бабушка Камран не кормит? О, видишь, а дерзкий дело говорит. А ты бабки тратишь налево и направо. Это у тебя пицца такая здоровая или просто ручки маленькие? Слышь, а я тебе их тащить могу. Вот этими маленькими ручками. Короче, Димон, я все сказал. Мы с тобой больше не друзья. А что случилось? Если бы я сам знал. Тебе Полина не писала? Я так понимаю, все плохо, да? Вы что тут делаете? Совсем подурели. Вы двое сейчас быстро у меня вылетите из школы. Софья Андреевна, да что вы кричите? Может, молодые и ошиблись. Дерзкий. Что? Вы? Хотя нет, Софья Андреевна, эти могут и вылететь. Я даже помогу. Дашеклассница, себе помоги. Ты не думала, что она на юбку заменит? Да что такое? Так это Камрада Леон, как видите. Это наш одноклассник. Это мой внук. Сейчас же снять эту дрянь и вместе с ней к директору. Так это же просто шутка. Или вы шуток не понимаете? Шутка? Вот посмотрим, когда в конце года вместо оценок у вас будет палочки. Вот тогда посмеем. А сейчас марш к директору. А мы с тобой в класс. Да, Полина, если тебе нужно выговориться, мы всегда рядом. Ты главное не молчи. Ну, как скажешь. Ты как, Полина? Ну, Димон, теперь я понял, почему ты с Полиной. У нее мамы, у тебя папы. Странно, что ты вообще об этом не знал. Мы ведь как-никак целый год вместе. А я ведь ей весь прошлый год говорил, что она от тебя точно что-то скрывает. Ты что сделал? Слушай, сюда, Анюту. За базаром следи. Или кое-что другое прилетит. Гораздо к веку. Еще раз. Что-то в мою сторону прилетит. Ты пожалуешься своим дружкам? Ну, ему есть хотя бы кому жаловаться. Да, Полина? Быстро извинись перед Полиной. Ммм, парни со стержнем. Мне такие нравятся. А вот пусть она первой извинится за то, что ударила меня по лицу. И тогда я подумала. И почему все стоят? Бабуля, дом престарелых через дорогу. Сразу за школой. Вы, наверное, перепутали, да? Слышь ты, Курица, у нас больница тоже через дорогу находится. Не хочешь, если я там экскурсию проведу, а? А вам палочка за урок, ученица. Бережу в курсе. У нас как бы оценки ставят. А это и будет ваша годовая оценка. Полина, действительно, не обращай на нее внимания. Понял. Одна ласточка не делает весны. Полина. Согласен, Гриндж. Видимо, переобщался с кем не надо. Ученики, восьмой класс. Это время новых знаний. И поэтому я очень хочу, чтобы год был насыщен интересными математическими головоломками, сложными уравнениями и особенно замечательными математическими приключениями. Ну, тебе как тос, София Андреевна? Шампанское будет? Дердски. Если бы ваша активность, да в хорошее русло... Ну, да ладно. Берем тетради и записываем тему урока. Мали запустил стрим. А кто-то помимо Малярчука и Осипенко отсутствует? Шрохорова. А кто это? Варя. Кто? Ну, да ладно. Пишем тему. Димон, а ты стрим смотришь? У нас урок у твоей бабушки вообще. Ну, бабушка, это, конечно, хорошо, но... Меня опять образовали Полину. На стриме почти вся школа. Что? Класс нас притрушит. Вот и нашли мы себе отдельный класс для Ильи. Мы его даже приукрасили, если бы поставим лайк, если хотел бы такого же тебе сказать. Это что, моя хара? Так ваша семья императорских кровей? А твоя семья тупорылых кровей? Ты что-то сказал? А он говорит, что корней и уровней не хватает. Я еще до этого не дошла, а за внимательность молодец. А вот, собственно, благодаря кому мы попали в стой кабинет директора. Надеюсь, он применяет их только во время работы. Может, примерим их на себе? Отличная идея. Оно сначала. Я не поняла, что смешного. Может, расскажете, вместе посмеемся. Столя просто тупая и не поняла тема. Ты ничего не перепутал? Я тупой и не понял. Ну, раз так, Орех, выходите к доске и будем вместе разбираться. И что, как вам наш новый шедевр? Собираем тысячу лайков и мы приковываем себя наручниками в кабинете директора. Ну что, у доски не так весело? Извините, я больше не буду. Извините. А может быть, я вам палочку в журнал поставлю, Орех? Кстати, где журнал? У директора. Я еще с 1 сентября его не забил. Тогда я сама сейчас пойду к директору и возьму у него журнал. Всем спасибо за тысячу лайков. И я уже приковал себя наручниками в кабинете директора. София Андреевна, давайте лучше я, чтобы вы зря не ходили. Ерман, я не узнаю ваш класс, чтобы вы ей предложили помощь? Не, София Андреевна, я бы на вашем месте ему не доверял и сходил бы сам. А я бы не слушал дерзкого и лучше доверился ученику. То один, то другой. Сели все по местам. Дмитрий, сходите, пожалуйста, к директору за журналом. Я? Ну вы что, издеваетесь? Ты что, ключи не взял? Я думал, ты взял. Я? Бегу за ключами. Так, ребят, не переживайте, все нормально, все пока. Ты что тут забыл? За журналом пришел. За журналом или решил похайпиться за мой счет? Может, даже не надеяться? Я тебе не покажу. Это тот самый парень девушки, про которого я вам рассказываю. Слышишь, мальчик, ни комчай, ни охранника на месте нету. Ты что, прикалываешься? Твоя идея с наручниками была. Ты мне еще и виноватым делать? Да и вообще, ты мне помогал. Или это только ради хай? Что мне делать вообще? Слушайте меня внимательно. Вы больше никогда в жизни не подойдете и тем более ничего не скажете в сторону полиции. А я вам взамен помогаю выбраться из этой ситуации. Слышишь, может, не объясните твое место, а? Мы согласны. Да, в смысле? А, у тебя есть идея получше. Вырубай свинь. Честно говоря, я думал, ты найдешь ключ. Ты еще чем-то недоболен? Ладно, нам пора валить. Спасибо, Дмитрий, за то, что принесли мне журнал. Так я это, кабинет был закрыт. В следующий раз я сама схожу за журналом. А вам хорошего дня. Ой, здравствуйте, Софья Андреевна. Что это у вас с лицом? Так это же давно, в 83-м году-то. Я ветрянкой переболел, потом не удержался, расчесал. Вот шрам этой на все лицо, вот. Нет, я не о том. О чем? А вот. Что это? Да, люди новые, школа прежняя. Пойдемте ко мне в кабинет. У меня есть салфетки. Вы ведете себя в порядок. Димон, передо мной стоит не просто мальчик, а мужчина. Красава. Горжу вас меня от палочки. Ну что, красавчик. Спасибо, что ты заступился за меня в ситуации с Германом. Вообще-то не за тебя, а за Полину. Ну все равно спасибо. Слушай, Димон, объясни мне, зачем ты это все пишешь в своем дневнике? Про что? Ну, будто ты не знаешь. Я тебе отвечаю, я вам буду здесь. Твой дневник. Саша, мой дневник у меня в рюкзаке. Нет, я про дневник, где ты обсервируешь всех в школе. А может и поподробнее? Ну, я когда был в последний раз в этом туалете, я нашел дневник, где было написано, какой я тупой и жирный. Ты его что, перепрятал? Так вот почему ты на меня обиделся после туалета. Почему ты вообще ходишь в женские туалеты? Мне Камран про него рассказал. Тут всегда приятно пахнет. Ну да, действительно приятно. Я не понял, а что вы тут делаете? Ты что, рассказал ему про лучше место? Так, что за собрание здесь? Это вообще-то женский туалет. Мне Камран его показал. Слушай, ты, туалетный утенок. Взял своих сородичей и быстро свалили отсюда. Ты можешь рассказать подробнее про дневник? Да, денек сегодня выдался тяжелый. Ну, есть такое. Слушай, у меня там с кабинета батарею свиснули. Бывает. Ты ничего не слышал? Нет. Понятно. Спасибо, что заступился за меня. И, кстати, как ты им помог? Упора на нашивке, и будто бы красиво, но глупышка. Сверкают все нарядные детишки. Да все мы без крыла. И ты тут не взлетишь.